Вторая сегодняшняя беседа Это Ну, насчет моей там внешности Вот если ты такой специалист по голоданию А шо ж ты без волос остался? Хочется на это ответить Такими словами, присказки Отчего ты лысый без волос остался? От того, что рано с дивками познался Но с дивками я познался довольно-таки поздно Некоторые говорят, что лысина Это обилие тестостерона в организме Что, так сказать, мужские способности Так, выше, нежели у волосатых Что, конечно, льстит Но я хочу поговорить несколько о другом Здравствуйте Давайте сфотографируемся Здравствуйте Мы очень рады, что вас видели Да, у нас вы известный сейчас человек Давайте Сейчас видео, как это Переведут, не спешите О, что-то так попереворачивается Давай, сделай, что разворачиваю Катер Ага, вот Вот, вот, вот Давайте Мы известный человек Спасибо Сфоткаемся Спасибо Я вам книжечки сейчас еще подарю Ну что С раздачей автографов и книг покончили Продолжим нашу тему Так вот, насчет Значит, каких-то слабых мест в организме Не только у меня А вообще Вот я Конечно, слышать слышал Что знаки зодиака То есть Тот человек, который рожден Допустим В знак Девы Другой там в знак Тельца Третий там в знак Льва И прочее, прочее У них существуют Как свои сильные стороны В организме В его работе Так и слабый отпечаток То есть Вот Вот Вроде бы можно этим Пренебречь И сказать, что это там Не работает Ну вот мой Опыт Личный опыт Подсказывает Нет Это действительно Дает свои Накладывает свой отпечаток Буквально таки на все То есть Рождение Определенный знак Зодиака Я уже молчу Если там Земля По восточному календарю Там находится Грубо говоря В секторе красной энергии Там белой энергии То есть Энергии дерева Энергии ветра Энергии воды Огня И так далее Это еще Солнечный печаток дает Так вот Лично у меня Лично у меня Как У знака Девы В отчасти Слабенький Не столько желудок Да Хотя и желудок С кишечником То есть Органы пищеварения Но не такие Сильные Как хотелось бы Потому что Я встречал людей Которые намного Старше меня И при этом Говорили Мы до сих пор Перевариваем Гвозди Никаких проблем С Пищеварением Не знаем А тут Они так сказать Периодически Появляются И чувствуется Такая слабина Так вот У каждого человека Есть такая слабина И В задачу Здорового образа жизни Входит Знать эту слабину Свою Свою организму И Так Вести Свою жизнедеятельность Чтобы она Ее Будем говорить Не усугубляла А наоборот Служила тому Чтоб Мы ее Как бы Как бы Искусственно Искусственно Усиливали Такое слово А то На Диму Нагиева Посмотрел Он все Забыл Слова Из рекламы Да Так что Мой ответ Этому человеку Который тут Про лысину И голодание Во-первых Можно все это потерять Многие вещи До Того Как вы стали заниматься А именно До того Как я стал Чем-то заниматься И у меня уже Вырезали аппендицит Гланды И уже была лысина Наметилась Так Ну вот это Я хотел бы сказать Как-нибудь я Эту тему Разовью Она так у меня Вскользь Упоминается В книг Но так вот Прямо В лоб Ее Что посвятить Со всеми Такими вещами Вот такого Нету Вот О чем я Ну не сожалею А как бы сказать Вот можно было Поработать Это над зубами Вот с этой стороны Мои зубы Нормально С этой стороны С левой Левая сторона Вообще Интересно бывает Какая-то сторона Слабее Это тоже Какое-то Какое-то такое Специфическое Особенность Организма Там совсем Другое дело Слабее Левая рука Какие-то Идут Такие неприятные Вещи По левой стороне Тела Вот так это С зубами Поработать Можно было бы Ну Вот эти все Желания Сладенького И прочего Прочего Они Конечно Пересилили Пересилили Работу Над зубами Поэтому Вот Вот здесь Я бы Как бы сказать Вот Сказал Что это Мое Обущение Можно было И знал Как содержать Зубы В порядке Но Увы Любитель Мороженого Сладенького И прочего Прочего Этого Не сделал За что Естественно Поплатился То есть За каждую Привычку Привычку Не просто Пищевую Привычку Следует Своя Плата Плата Как правило Здоровью За черту Характера Плата Идет И по Судьбе И по Здоровью Это тоже Надо знать Понимать Да И еще Вот Такая фраза Специалист Специалист По голоданию Там я Специалист По здоровому Жизни Ну В первую очередь Вот Что я делаю Я Иду Иду С вами Беседую Я не стараюсь Как-то Выдать себя За Специалиста Хотя я Академик Народной Медицины Узбекистана Это очень Такое звание Ты известный Человек Большое И почетное А просто Беседую С вами Можно сказать Идет Гуляющий Генеша Он же Геннадий Петрович Малахов И Рассуждает Делится С вами Разного Рода Темами По По жизни Здоровье И прочее И прочее Ну вот Такая вот Беседа Чтобы Вы понимали Что Не собираются Вас учить А с вами Беседуют И Если Собеседник Вам Нравится Пожалуйста Слушайте Его А если Не нравится Чего Сюда Заходить Полно Полно Других Сайтов Где Много Интересного Для Каждого Человека Итак Беседа Номер Два Закончилась